Несмотря на то, что курс называется императивное программирование, мы вначале проходим константы, которые не совсем имеют к этому отношение, потому что это неизменяемые величины, но поскольку они часто используются и будут практически в каждом месте как-то упоминаться и как-то быть задействованы, то их лучше всего рассмотреть в самом начале, чтобы потом не возникало вопросов. Константа в PHP, да и в принципе практически в любом языке программирования, это просто какое-то имя, которому присвоено какое-то значение. Причем оно с течением жизни не меняется. Вот здесь у нас есть функция define, которая занимается определением констант в PHP и она принимает на вход два аргумента. Первый аргумент от названия константы как строчку и вторым аргументом какое-то значение. После этого мы можем просто зайти, например, в интерактивную консоль, подключить сюда наш файл, который называется index.php. Сейчас мы посмотрим. Вот заходим в интерактивную консоль, подключаем файл и вызываем. То есть в нашем случае это high. При использовании константы не нужно никаких долларов. То есть мы просто пишем имя, так же как оно появлялось в define. Используем функцию echo для вывода значения этой константы на экран. Ну и вот оно просто равно 30. Константы используются для каких-то конфигурационных вещей, которые, например, одинаковы сквозь все приложения. И это просто такой способ задания каких-то глобальных значений. При этом есть несколько способов их определения. В новой версии PHP добавили такой. То есть мы можем писать const, название константы, например, world. И дальше пишем, например, такую вот строчку. Вот. Сейчас мы заново загрузим наш shell, индекс.php. И давайте теперь выведем константу world. Вот здесь видим также, что была распечатана строчка ASDF, которую мы здесь присвоили этой константе. Если мы попытаемся изменить константу, давайте просто напишем world равно, то в принципе это и не работает. То есть это даже ошибка парсинга. Если мы попробуем изменить с использованием ключевого слова const, то здесь мы видим то, что константа уже определена и переопределяться она не будет. Вот в принципе все, что нужно узнать о константах. Но, кроме этого, в PHP есть определенные встроенные константы. Давайте попробуем их вывести. Их достаточно много. Они есть в соответствующем разделе документации. Например, есть php.os, который вводит операционную систему. Ну, как видите, вот Darwin. Дальше мы смотрим, что у нас есть в PHP version, который вводит текущую версию PHP. И множество, там, десятки других констант. Помимо этого, в PHP существуют так называемые магические константы. Они существуют также и в других языках программирования, такие же константы. Но они не всегда являются константами. Но это несколько необычные константы. Давайте я покажу несколько примеров. Одна из них называется line. То есть, мы можем распечатать вот так. Line. Давайте теперь еще раз выйдем. Зайдем и просто подключим наш файл. То здесь распечатывается четверка. И мы видим, что здесь как раз и есть четверка. Обратите внимание, что на самом деле значение line зависит от того, на какой строчке мы его используем. И, с одной стороны, мы не можем их изменять. То есть, попытка написать вот так, const line равно 2, приводит к ошибке. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, мы постоянно видим, что они изменяются. То есть, в реальности, в PHP, это не совсем константы. Хотя они представлены как константы. И именно потому, что мы не можем влиять на их значение. Но, и, в принципе, проще всего именно так их рассматривать. Соответственно, у нас есть, опять же, добрый десяток таких констант. Из самых простых, которые можно пользоваться, это line, это файл, который указывает текущий файл, и это dir, который указывает текущую директорию. Давайте их также выведем. И посмотрим, к чему они равны. Вот здесь, соответственно, вывелись папки. Ну, достаточно глубокий, потому что у меня глубоко лежит место, откуда я делаю запуск. Особенность магических констант в том, что у них они начинаются с двух подчеркиваний и заканчиваются двумя подчеркиваниями. И, действительно, они могут зависеть, и, скорее всего, они все зависят от того места, откуда их вызывают, но вы не можете влиять на их значение. И в этом их особенность как магических констант. Субтитры создавал DimaTorzok